Десантники при полном параде. Не хватает только парашютов за спиной. Сегодня утром бойцы ВДВ уже традиционно встретились на Петровском бульваре, чтобы вспомнить годы службы. Это самое святое, что есть у меня. Я служил в десантных войсках 93-95, Первая Чеченская. Мы защищали свою родину. Великий праздник посвящается Дню ВДВ. Те, кто воевал в Афганистане, в Чечне, ну и сейчас на Донбассе. Никто кроме нас. Каждый человек практически рожден гением. Господь дает ему таланты. А эти таланты нужно обнаружить, обнаружить и развивать. А развивать с помощью характера. Воздушно-десантные войска – это тот инструмент, который способен закалять характер, закалять их характер. Для большинства присутствующих службы уже позади. Но те, кто однажды надел голубые береты, считают своим долгом в этот день собраться вместе. ВДВ – это навсегда, признаются десантники. В принципе, это смысл жизни. У меня и сын, 2 августа рожденный, и тоже в ВДВ служил. Это наша жизнь, это наш стиль жизни. Это, я не знаю, как второй день рождения. Да вы что, я этот праздник жду каждый год, так говорится, чтобы можно было увидеться с друзьями. Раз в год только и получается на такие мероприятия. Жены и дети воинов крылатой пехоты сегодня тоже надели тельняшки и береты в честь праздника. Как говорят сами виновники торжества, без такой поддержки никуда. Да и для семей десантников ВДВ уже тоже как смысл жизни. Ну, во-первых, я горжусь папой своим. Во-вторых, ну, с детства знаю все песни. С детства с папой на этом празднике. Ну, и жениха себе такого же еще. Я, когда вырос, тоже хочу стать десантником, как мой папа. А в третьем? Я тоже стану десантником. Десант, ну, это мужество, сила, отвага, защита. То есть и воспитание именно мужского начала, тем более в детях, патриотизма, за свою маму, своих друзей, братьев. Вот, что для нас праздник. Сразу после долгожданной встречи на бульваре голубые вереты, дружные колонны в сопровождении машин ДПС и подмарш духовного оркестра направились к мемориалу воинам-бейчанам. Там они возложили гирлянду славы к вечному огню и почтили память погибших товарищей минутой молчания. Евгения Прохорова, Андрей Сегаев, Будни.